Обстановка нестандартная. Вместо газона бетонные плиты. Вокруг пыль афанатские гудки заменяют шум строительной техники. И соперники тоже необычные сборные строителей стадиона. У Крыльев-Советов уникальная возможность сыграть первый матч на еще незавершенной арене. И первый гол забивают рабочие. Пока это пуля, они знают лучше футболистов. Но в итоге Крылья отстаивают право именоваться будущими хозяевами стадиона. Счет 6-3 в пользу Крыльев. Футболисты оценили масштабы стройки. После игр Чемпионата мира по футболу 2018 Самара-Арена, которая сможет вместить 45 тысяч болельщиков, станет домашней площадкой команды. Все с огромным интересом приехали сюда, наблюдают за стройкой. И, конечно же, все с нетерпением ждем, когда уже арена будет готова и когда на ней можно будет сыграть какие-то первые матчи. Если посмотрим, каким стадион должен быть в итоге, то он будет лучше для всех. И для фанатов, и для клуба, и для игроков. Конечно, есть желание здесь играть. Строители наращивают темпы, чтобы вернуться в график после небольшого отставания. Работа не останавливается. На стройке трудятся полторы тысячи рабочих, 90 единиц техники. В небо взмывает основа для купола. Самара-Арена должен стать еще и одним из самых красивых стадионов в стране. Готовность стадиона практически 50%. Завершен монтаж третьей кровельной консоли. Еще три в разной степени готовности. Всего по проекту купол стадиона будет состоять из 32 таких консолей. Строители уже отработали технологию возведения и обещают ускорить темпы. Огромные металлические конструкции поднимают ввысь специальными кранами. Грузоподъемностью 350 и 600 тонн. Задача до конца этого года смонтировать половину консолей купола. Работа идет и во внутренних помещениях. Там монтируют перегородки. Вокруг арены строят наружные сети. К завершению подходят бетонные работы. Залили почти 190 тысяч тонн бетона. Осталось 40 тысяч тонн. Уже появились и места для болельщиков. На одном секторе готов верхний ряд трибун. Виден контур окончательной гребенки, где будет последний трибун. В октябре на этом секторе практически подойдет к концу завершения объекта трибун. И через месяц-полтора будут залиты трибуны. Примерно верхняя часть. Примерно на двух секторах. Нижнюю часть трибун будут монтировать после установки металлоконструкции по плану. Завершить монолитную часть стадиона должны в начале следующего года. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.